На заседание правительства в пятницу было принято несколько важных законопроектов. Начали с обсуждения изменений порядка предоставления участков недр местного значения на территории региона. Под этой формулировкой скрываются в первую очередь песчаные карьеры. Отныне застройщики при наличии прямого контракта могут безвозмездно пользоваться песком для строительства дорог. Это, безусловно, в первую очередь удешевит, соответственно, сами строительные работы. В смете будет предусмотрена строчка 0 на строительство, вернее, на закупку песка. Единственное, что здесь добавляется строчка, соответственно, это на доставку. И еще одно важное новшество. Перевозить стройматериал также можно будет из одного муниципалитета в другой. Например, если карьер находится в Димитровграде, а дорогу нужно строить в Новоспасском, то песок все равно будет бесплатным. Потратиться придется только на транспортировку. Есть возможность ускорить процесс строительства. Наверное, безусловно, это надо делать. Тем более, уж песком-то наш регион богат. А зачастую мы также прекрасно понимаем, что многие делают именно так. Где-то копают, только без разрешений, без объемов, без всего остального. А здесь нужно наладить очень серьезную систему контроля. Следом члены правительства утвердили разграничения между органами государственной власти в сфере гражданской обороны и дополнительные доходы в территориальный фонд обязательного медстрахования. Полученные средства в размере почти 27 миллионов пойдут на модернизацию учреждений и выплату зарплат. В конце заседания Александр Смекалин обратился к принятию бюджета. Премьер дал поручение руководителям отраслевых министерств приступить к назначению торгов немедленно после второго чтения. Это позволит срок провести все необходимые работы, которые предусматриваются в соответствии с главным областным финансовым документом. Егор Тстов, Юрий Конехин. Новости дня. Ульяновская правда.